Может быть, мы наконец-то поймём, о чём эта книга. Минус 100 просмотров! Нет, я не понимаю, я как истинный дзен-мастер проверяю людей на намерениях. Ага, окей. Знание этой мудрости выше всех знаний. Еее. И я услышал для себя ужаснейшую фразу. Это было для меня такой дичью, и я до сих пор под впечатлением от этого остаюсь. Повышайте уровень образования и самосознания. И лайки ставьте. Ставьте лайки. Не забывайте. Ютуб, сам себя не посмотрит. Оп, запись, оп, оп, наушники, хуяк. Ну, кстати, как вам моя методичка? Подготовки к съёмкам. Хуяк, ты знаешь, хуяк, хуяк и в продакшн. Ты не видела эту гифку? Я бы пришли, там по пандополу такой. Пу-пу. Типа хуяк, хуяк и в продакшн. Так что, девятая глава. Добрый, добрый. Йога великой тайны. Тайны. Ну, наконец-то тайна станет явным. Может быть, мы наконец-то поймём, о чём эта книга. О чём. Хорошо. Шри Кришна, а теперь я раскрою тебе сокровенную тайну, мудрость, подтверждаемую опытом. Отличное начало, Юля. Сначала начинай. То есть до этого он, в принципе, так был, типа, а теперь, чувак, я теперь буду предельно серьёзен. Мне кажется, ты уже готов. Мудрость. Слазь. Подтверждаемую опытом. Узнав её, становишься навсегда свободен от горести материального мира. И я свободен. Ну, давай быстрее к сути уже, Юля. Подожди, надо потянуть ещё 4 серии. Надо людям объяснить 8 серий до этого, хоть для чего они терпели. Знание этой мудрости. Подожди, тут ещё бла-бла-блабы. Предпродажа, да. Значит, когда ты это узнаешь, а вот отзывы довольны клиентам. А вот что будут говорить женщины, когда после того как... Да, вот что скажет твоя жена после этой фразы. А вот и выражение лиц. Да. И один глаз запавший. Знание этой мудрости выше всех знаний. Yeah. Оно чисто, оно трансцендентно, оно тайна всех тайн, оно закон мира, оно вечно. Человек постигает эту мудрость на личном опыте, и постижение это радостно. Тем, кому не хватает веры. Классика жанра. То, что я 20 лет постигал, тебе я сейчас тут за 3 фразы продам. Да. 500 долларов в мой курс. Вот, фремиум, да, у нас тут собираем на вебинар. Или на храм. Если хотите фидбэк от коуча. Тем, кому не хватает веры для постижения этого извечного закона, тем не найти меня. Им придется вновь возвращаться в колею сансары и смерти. Вся вселенная пронизана мной, в моей непроявленной форме. Все существа пребывают во мне, но ими я не ограничен. Ах ты ж. Все, все так. Все сотворенное вне меня. Смотри на мое могущество. Хотя я порождаю и храню всех живых существ. Я не являюсь частью материального мира, ибо я источник творения. Слушай, как-то слишком много вот какого-то бахвальца, да? Какой-то вот я и то, и это, и туда, и сюда. И вот 8 глав ты уже слушал, какой я крутой. Ну, сейчас я тебе расскажу, чувак. Куда бы ни дул движущийся ветер. Но прежде, чем я расскажу, я повсюду, я, я. Да. Я, я. Я. Куда бы ни дул движущийся ветер. Он продолжает оставаться в пространстве. Так и все существа всегда пребывают во мне. В конце кальпы. Кальпа. Опа. Кальпа это... Кальпа это набор юг, то есть... Ага. Эпоха эпох. Кальпа состоит из четырех юг. Окей, то есть, ну, грубо говоря, это как есть год равно кальпа, юга равно время года. Только больше. Только больше. То есть, это вот некоторый цикл, который проходит. Цикл от начала до разрушения. Ага. В конце кальпы все существа возвращаются в мою природу, а в начале новой кальпы я вновь создаю их. Я владыка материальной природы. Так это к нему за землей, если я хочу под Киевом. Дорого. Сейчас дорого. По моей воле мир проявляется снова и снова и приходит в нечто в конце. Дорого. Дорого. А мир порождает все существа, повинуясь законам, ему присущим. И эти действия никак не сковывают меня, я остаюсь безучастным. Я не испытываю привязанности к плодам своих действий. Под моим наблюдением природа сама порождает все, что движется и не движется. Так и действует все мироздание. Глупцы смеются надо мной. Да я и не претендовал на какого-то умного человека. У меня даже умный дом не смогли дома поставить. Потому что говорят, этот дом слишком тупойчива. Когда я принимаю облик человека. Глупцы смеются надо мной, когда я принимаю облик человека. Им неизвестна трансцендентная природа меня. Владыки всего сущего. Ну да, этот человек на улице сдаёт, и я всё придумал. Не очень верится. В нашей стране, кстати, достаточно мало таких людей. У нас просто есть психушки. В которых они все собраны. Куда принято людей упаковывать. А вот в Америке, например, там нет такого закона. Поэтому там на каждом углу можно встретить, возможно, какого-то светлого человека. Возможно, конечно, он будет далёк от этой светлости. Не только в Америке. Мы всё-таки разбираем индийский текст. И в Индии. Там, мне кажется, даже как-то принято их... Возвеличивать. Возвеличивать, открывать перед ними двери, даже дочерей отдавать им. И такое есть, действительно. То есть, к сожалению, мы вынуждены это констатировать. Вообще, в целом, с психическими заболеваниями в истории цивилизаций различных... Всё очень разумоет. Всё было очень по-разному. То есть, конечно, были психические заболевания, они ведь разные. Ну, тут ещё, да, что считать психическим заболеванием. Они ведь разные. Но, к примеру, мы можем говорить точно об эпилепсии. Очень долгое время эпилепсия считалась... Мы это говорили об этом в шестом нашем выпуске. Да, вполне возможно. То есть, эпилепсия считалась божественным заболеванием. То есть, если ты... Разница была только в том, что если ты при эпилепсии кого-то проклинаешь, значит, в тебе что-то не то. А если ты выкрикиваешь какие-то там псалмы, если мы говорим о христианской традиции, значит, это Дух Святой на тебя снизошёл. И в Индии прям... Что самое интересное, у кришнаитов, вот их как бы святой Чайтани Махапрабу, да, он прям... У них даже в тексте сохранилось, где он говорит, да у меня эпилепсия. Вообще-то. То есть, это прямым текстом как бы там говорится. И прямой есть перевод, что типа он говорит... Ребят, серьёзно, успокойтесь. Я просто больной человек, мне плохо. Да, да, да. Все его... А все его такие, не-не-не, это там обожествление. И как бы тексты, которые они не сразу дают читать адептам, потому что они могут неверно понять, или наоборот очень сильно верно. Есть случаи, когда вот у человека, у Чайтаньи, да, у него приступ эпилепсии, он проявляет его, но очевидцы описывают это как признаки экстаза, потому что он там то смех... Да, многие начинают повторять за ним. То слёзы, то ещё что-то, если думают, боже, как он переживает любовь к Богу. Как церковь с этого пиджака. Типа того, да. Потом он падает, у него начинают идти пены изо рта, и люди... И по публике тоже падают. Последователи берут эту пену и пьют её. Это очень по-панковски, мне кажется. Just pank it. Точнее, жесть какая-то. Я буду пену лизать. То есть, ребят, ну вот мы и потеряли остаток с той аудитории, которая считала, что мы делаем что-нибудь вообще разумное здесь. Это правда? Это есть? Как бы это пытаются как-то интерпретировать, но факт остаётся фактом. Эпилепсия не считалась каким-то заболеванием. Это порой считалось даже благословением. А если это был человек, которого почитали, то знаешь, как вот человек даже, не знаю, пёрдут могут, а тем скажут благовоние. Да-да-да. То есть, когда есть... И в чём тут проблема? Когда есть культ личности... Ой, а тебе бы так не хотелось бы, да? Я... Когда ты выходила, я именно это и делал. Когда есть какой-то культ личности, то люди могут оправдывать... Кто-то вернулся в надежде, понимаешь? Да-да. Мы не проветриваем студию. Ребятки. Чё, тимбилдинг, друзья? Мы одна, семья, должны. Да, боюсь спросить. Возможно, не только пену лизали, скажем так. Были и другие выделения в определённых обстоятельствах, в определённые времена. Это то, что зафиксировано, про другие обстоятельства в некоторых племенах зафиксировано. Это очень интересно. Во время празднования каких-то праздников. Если вы сейчас едите, остановитесь. Вот, кстати, совсем недавно вокалистка одной группы пописала на своего фаната. Да, я видел эту мерзость. Да, да. Но я... А что мерзость? Что именно? А почему мерзость? Ну, это не очень гигиенично, скажем так. Ну, как бы да. Или ты хочешь карту сексизма разменять? Не-не-не-не. А разве можно что-то... Кого-то чем-то заразить своей мочой? Конечно. Легко. Да? Очень легко. Она, собственно говоря, поэтому и сливается из организма. Гипотит, собственно, там всякая... А как же люди, которые лечатся ею? Ну, ты знаешь, что это хуйня? Нет? Ну, вот как бы... Ну, вот мы и поняли причину жёлтого налёта. У Юли на зубах. Блядь. И скрежет, который я слышал этих наушников. Останавливайтесь. Шоу идёт мне туда. Шоу или пениш? Я надеюсь. Личное хренье. Я очень надеюсь. Я решил всю аудиторию просто, чтобы было минус 100 просмотров. Нет, ты не понимаешь, я как истинный дзен-мастер проверяю людей на намерениях. Ага, окей. Вот, и если он слаб, и вера его не сильна, он отступит. Отступит. Перед первой же трудностью. Вот, так что теперь оставилась только моя мама. Она единственный человек, который способен вывести всё это. Она просто, в принципе, никогда не слушает тебя, просто смотрит, смотрит. Она просто звук убирает, идёт убирать. Ты такая, ай, який гарный, знаешь. Да, сынуля, вырос. Так, я говорил о том, что в одних из племенах, когда был какой-то религиозный праздник, и готовили, ну тоже наподобие сомы, в общем, любые психоделические напитки, которые принимали жрецы или, в общем, различные высшего положения люди, если оно содержало грибы, то за ним его, грубо говоря, те, кто в обществе находились в племени более низкого ранга, они пили мочу вождя. И это обусловлено тем, что, в частности, псилоцибин, он не полностью разлагается, и действительно, моча вождя обладает тоже психоделическим эффектом. Чуть может подпереть. Старичок, да. А там, по-моему, ещё более низкие пили мочу уже там тех. То есть вот такая вот была штука. На вторяках, конечно, далеко не уедешь, но уж тем более. Ну то есть я к тому говорю, что люди, само собой, с этим экспериментировали, и когда был всё-таки эффект психоделического трипа, то, конечно же, это не объяснялось тем, что, ну просто надпочечники не до конца, фильтруют. Ну да, да. То есть нет, это объяснялось тем, что благословение снизходит. Понятно. Понятно вся эта история. То есть поэтому с различными болезнями было очень по-разному. И это, опять-таки, нужно учитывать контекст, что мы читаем текст, которому энное количество лет. И что мы сами ещё там некоторые предрассудки, мы ещё до конца сейчас ещё не победили. То есть у нас Средневековье вот подпирает тут рядышком где-то оно ходит. Призрак Средневековья. Я напомню, что мы говорили про глупцов, которые смеются надо мной, и вот они сбились с пути. Надо мной, да, имеется в виду как над идеей… Нареализованным. Нет, 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 над идеей того, что нечто, что Брахман может, условно говоря, воплотиться, быть аватаром, который… Да, в виде человека, над самой, в принципе, этой идеей, что… Проводником. Что такое, в принципе, возможно. То есть здесь говорится именно идея об этом, и, конечно, у неё тоже есть долгосрочное влияние, долгосрочные последствия. Потому что некоторые школы обожествляют Кришну как реального бога, поклоняются Кришне, ну вот, да, Кришнаиты, которые воспринимают всё-таки как реальную историческую личность, и всё то, что там было, это всё было вот реально так, и Кришна, 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 вот, и многие проблемы из этого тоже возникают. Да. Они сбились с пути, их надежды напрасны, деятельность бесполезна, знания бессмысленны, они тщетно ищут прибежище в обманчивой демонической природе. Но великие души в поисках истины приходят к моей божественной природе. Не отвлекаясь умом, они служат мне как неистащимому источнику всего бытия. Они почитают меня, они устремляются к цели и, сосредоточив силы, преклоняются передо мной. А есть люди, которые делают мне подношение тем, что собирают знания. Для таких я единый во многом. Они различают меня в ликах других богов. Я ритуал и жертва. Я подношение к предкам. А, я подношение предкам. Я лечебные травы, я священная мантра, я масло, что льётся в огонь, и я же этот огонь. Я – это подношение самому себе. Себя самому себе. Я – отец и мать этой вселенной. Я – создатель, хранитель, предок. Я – то, что следует постичь. Я – то, что очищает. Я – священный слог ом. Я – ригведа, самоведа и арджурведа. Я – джурведа. Я – джурведа. Я – цель, хранитель, повелитель и свидетель. Я – дом и прибежище. Я – самый близкий друг. Я – созидание и разрушение. Я – основа всего сущего. Я – место последнего упокоения и семя, из которого всё происходит. И сама скромность. Я согреваю весь мир, я посылаю дожди, и я же их останавливаю бессмысленное бессмертие и смерть, бытие и небытие. Всё это я, Арджуна. Есть знатоки трёх вед. А почему ты говорил четыре веды? Да, кстати. Ну, есть некоторая четвёртая, которая, ну, она, по большому счёту, состоит из компиляции предыдущих с некоторыми заключениями. То есть есть, как бы, три основные веды. Ады тоже. Три основные веды. И хрестоматия. И четвёртая, да, которая, она содержит некоторую, как бы, компиляцию того, что было в Ригведе, и уже предвосхищает некоторый переход к периоду упанишат. Есть знатоки трёх вед. Они чисты от грехов. Они пьют чистый нектар и делают мне подношение. Просят о месте в раю. Достигнув же чистого мира, владыки богов, они вкушают в этом раю небесные наслаждения. Однако же, насладившись божественным миром, они исчерпывают заслуги и вновь попадают в мир смертных. Так, следующие учению трёх вед, пожелав исполнение желаний, получают его и вместе с ним обретают рождение и смерть. Если же человек сосредоточен на мне, ни на что больше не отвлекаясь, я даю ему всё, чему ему не хватает, и сохраняю всё, что у него есть. Даже те, кто поклоняются другим богам, но делают это исключение от всего сердца, всё равно поклоняются мне. Оно делает это искренне от всего сердца, всё равно поклоняются мне. Просто не так, как должны бы. Всё равно это я и только я вкушаю все подношения. То есть, неважно. Да. Мне нужно срочно помедитировать, чувствую, простите. Что бы ты ни делал, ты всё равно поклоняешься мне. И мы вернулись. Окей, я тогда начну немножко. Да, даже те, кто поклоняются другим богам, но делают это искренне от всего сердца, всё равно поклоняются мне. Просто не так, как должны бы. Всё равно это я и только я вкушаю все подношения. Просто те, кто служат другим богам, не знают меня и поэтому обречены на падение. Да, незнание закона не освобождает вас от... Поклоняющиеся богам попадают к этим богам, поклоняющиеся предкам приходят к своим предкам, поклоняющиеся духам идут после смерти к духам, но лишь те, кто преданы мне, попадают ко мне. Так, ну тут уже начинается странный ребус. Потому что, как бы, куда бы ни направо внимание, везде я, но если вот не на меня, то, собственно, к ним как бы и потулишь. Но я повсюду, и в любом случае ты попадаешь ко мне, и могут появиться вопросики. Стоп, стоп, стоп. Это получается, то есть есть я, а есть проявление меня. Вот, и вот эти вот все предки, духи и прочее, это проявление, но я же реально... То есть если человек привязывается к какому-то изображению, да, то к этому изображению, собственно говоря, он и отправляется. Своего рода, да. Несмотря на то, что это изображение, в любом случае несет в себе суть. Ну это популярный, популярная часть мифа, да, что то, на что ты сосредоточен, на какой форме ты сосредоточен, кто и ты и попадаешь в мультфильм. Ну это, в принципе, как и про мысль материальную, о чем ты думаешь, что ты себе как бы и реализуешь в этой жизни. Сосредоточено, что все вокруг плохо, вот у тебя все будет и плохо. Ну, наверное, идея где-то рядышком, да, то есть кажется, что это очевидно, потому что человек не замечает когнитивного искажения, которое он сам себе формирует в этот момент, не замечает само забывающегося пророчества. Здесь имеется в виду, что, опять-таки, мы не забываем несколько вариантов взглядов на происходящее, которое существует в индийской философии. Первое, это когда мы воспринимаем Кришну как реальную вот личность, как, условно говоря, христианский, знакомый нам Иисус или Иегова, который говорит ко мне, ко мне, ко мне, в смысле означает, что это есть четкая формула, ты должен сказать, что там Иисус Христос мой Господь, да. А есть точка зрения, где Кришна говорит, что ты пойми, я вот сейчас в этой форме, и он дальше это покажет более наглядно, он говорит, это только форма, говорит, я вообще все, то есть я жертва, я процесс жертвования, да, то есть я все вот это, что происходит. То есть это когда океан говорит, ну вот смотри, волну нельзя отделить от океана, это все океан, все, что наполняет океан, это тоже океан, оно вроде как бы отлично, но вроде и не отлично, оно по сути составляет собой единое целое. Все эти планеты, все, что происходит, все галактики, Солнце, весь этот процесс, пространство, время, оно происходит, условно говоря, в чём-то, да, то есть некоторое постоянное течение, постоянное изменение материи, которым… Есть же босс-босса. Говорит, да, типа босс-босса, только персоналисты говорят о том, что это вот конкретно какая-то личность, да, и с этой личностью можно общаться так, как мы общаемся с тобой. Адвайта, к примеру, да, или монизм говорит, что пойми, что это не личность, потому что твоё понятие личности, оно ограничено твоим опытом. Это то, чего ты даже сейчас ещё не можешь понять своим ограниченным мозгом. Но это вне концепции твоего прошлого. Да, это вне описания, и поэтому говорится, что уже в более позднем развитии монизма шанкарой, он говорит, что понятие брахман можно выразить, проще выразить только отрицанием. Говорят, что… Типа от обратного. Да, это не это, не это. Не это, и не это. И поэтому присутствует такая вот, да, медитация, момент для размышления, упасано, что остаётся после того, когда всё уничтожено. Да, ведь что-то куда-то исчезает, да, во что-то. Этот большой взрыв, он произошёл и всё-таки из чего-то, да. То есть мы говорим об этом начале, о том, в чём это всё содержится, о некоторой постоянном понятии, которое в философии материализма, не в грубом понятии материализма, а в философии материализма называется материей. То есть что такое материя? Это то, что есть. Вот оно просто есть, безначально, без конца. Оно просто существует. И вот в индийской философии этому, этой материи дано название Брахмана. То, что содержит в себе всё, из чего всё появляется и куда всё исчезает. И Адвайта Веданта развивает идею того, что это всё, это есть чистое сознание, в том смысле, что это чистое восприятие. Оно всё воспринимает себя. Тут можно долго об этом говорить в йоге Васиштхе. Вот вся йога Васиштха посвящена одной мысли, что всё есть сознание и объяснению этого, да, что же это, как это, как это работает. Но это крайне интересно. На самом деле это старый философский вопрос, над которым мы до сих пор работаем, над которым мы думаем, мы пытаемся понять эти границы, что такое эта вселенная. То есть некое вот, некое постоянное нечто, да, из чего всё рождается. Если попробовать чуть упростить, как бы суть во всём, то есть ты можешь пробовать, типа, грубо говоря, соединяться с чем угодно. Я в любом случае там есть, просто это, типа, долгий путь. Определённые уровни, скажем так. Да, типа, это как ступенечки какие-то, и в любом случае они приведут ко мне по итогу. Вопрос лишь этой дистанции, да, и твоих навыков, которые ты в это время получишь. Вопрос скорости, да, потому что когда ты, вот он говорит, когда ты поклоняешься не мне, как не мне, не в смысле именно Кришны, как в образе Кришны, а не мне, как до тех пор, пока ты думаешь, что я ограничен вот каким-то там башком, да, ты придёшь ко мне, но это... Но ты по кругу походишь. Это часть, да, ты совершаешь одну и ту же ошибку. Ты не понимаешь, что я, это есть в принципе всё. Да. Ну, скорее не по кругу, а по ступени. По ступени, но по кругу в смысле идёт, это суть в том, что ты рождаешься, царь и смерть, да. Да, то есть этот цикл, он всё равно существует. Мы видим, что есть всё, что в какой-то момент началось, оно в какой-то момент закончится. Круг спирали, может быть, даже так. Может быть, но он может идти в любую сторону. Типа как сохранение в игре, условно говоря. Не обязательно она идёт как бы вверх, ты можешь откатить в любую. На каком-то уровне там меня не стало, но у меня уже есть опыт прохождения прошлых уровней, и я могу, ну, как бы там теоретически, делая какие-то выводы. Если мы верим в концепцию реинкарнации, хотя это очень увлекательно, на что она нам указывает, на возможность чего. Здесь, конечно, она принимается как само собой разумеющаяся. Хотя не вся индийская философия вообще воспринимает такое понятие как душа. То есть среди индийской философии есть и вполне атеистические направления. Более того, Гита очень любопытно отразила атеистическую философию того времени, материалистичную философию, которая была выражена лакаятой, традицией лакаята. И во многом назвала её демонической. То есть это демоны. Вот как, знаешь, как говорится, что историю пишут победители, вот так и здесь. Здесь были демонизированы все, кто выражали альтернативную точку зрения на всё, что происходит. Потому что Гита, это, конечно, это развитие мысли в определённом направлении, но это и в том числе инструмент подавления несогласных. То есть у нас, в частности в Украине, да, есть прекрасный пример возобновления своей какой-то новой религии для того, чтобы, ну, для политических целей, да. Мы видим это сейчас, в 21 веке. Это было всегда ещё более в жёсткой форме. То есть нельзя этого отрицать, потому что и в Новом Завете, да, мы такие все, вот Иисус, такой классный чувак, такой реформатор. Но, тем не менее, и там апостол в какой-то момент устами апостола, скорее всего, да, говорится идея о том, что раб должен повиноваться своему господину. И любая власть от Господа, поэтому вообще вы, типа, не имеете права на восстание. Так что закрой рот, да, и неси кучу гомна. И, собственно говоря, скорее всего, благодаря этим, возможно, вполне возможно, именно правкам, да, христианство в какой-то момент и стало государственной религией Римской империи. А до этого, если мы посмотрим, почитаем ту же книгу мучеников, их просто уничтожали. Точно так же уничтожали, как в своё время в Индии уничтожали представителей индийского материализма, Лакая Тадаршина, от них не осталось никаких текстов, их просто всех сожгли. Просто сожгли. Но мы, современные исследователи, изучают Лакаяту только по философским текстам, где с ней её, как бы, аргументы разбирают. От обратного. Да, от обратного. Потому что в индийском философском диспуте принято, перед тем, как какую-то позицию осуждать, высказать в максимально неизменной форме их аргументы. Ну хоть так. Да, то есть ты сначала предоставляешь их аргументы неизменными, это как бы подтверждает то, что ты понял их идею, и потом начинаешь, да, то есть ты потом начинаешь говорить, в чём они неправы. То есть только после этого ты можешь критиковать. Это уже прикольнее, чем просто бесовщина. Ну я имею в виду, ну можно же просто сказать, это всё бесовщина, да, а можно сказать, там написано вот это. Да, 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 конечно. И я с этим вот не согласен, потому что, там, раз, два, три. Да, в этом плане... Потому что демольщина. Потому что демоны. Какие ваши доказательства? Я по сторонам, конечно, читал, но осуждаю. Это самое любимое. Если от чистого сердца человек приносит мне воду или фрукты, листья или цветы, я принимаю дар, что мне подносят от сердца. Всё, что ты делаешь, всё, что ты ешь и пьёшь, всё, что приносишь в дар, всё, что делаешь, все свои аскетические подвиги делай, как подношение мне. Поступая так, ты освободишься от всех благоприятных и неблагоприятных последствий того, что когда-либо делал. Сосредоточив свой ум на йоге, полного самоотречения, ты попадёшь ко мне. Я одинаково отношусь ко всем существам. Нет для меня ни любимчиков, ни нелюбимых. Но те, кто меня почитают с преданностью и любовью, те пребывают во мне, и я пребываю в них. Даже если человек ранее совершал чудовищные поступки, но решил поклоняться мне всем своим сердцем, его можно считать святым, потому что он исполнен решимости идти верным путём. А идущий этим путём быстро становится праведником и обретает бессмертный покой. Можешь смело рассказывать всем Арджуна, «Тот, кто предан мне сердцем, никогда не погибнет». Те, кто принял во мне прибежище, будь они даже низкорождёнными, торговцами, рабочими, женщинами, следуют высшим путём. Тем более чистые брамены, благочестивые, преданные и праведные цари. Поэтому знай, попав в этот бренный, безрадостный мир, посвяти свою жизнь тому, чтобы с любовью служить мне. Слушай, ну вот этот панч про те, кто принял во мне прибежище, будь они даже. И вот это раз, два, три, четыре, пять, это, конечно, очень серьёзная почва для всякой херни. Ну это про кастовость, опять же, исключительно про кастовость. Мне нравится каста женщин. Знаешь, я уже представляю этого читателя, который, знаешь, дошёл до этого момента такой... А-а-а! Так вот! Торговцы женщины. Вот в чём дело! Они просто прокажённые, они просто не вообще... Низкорождённые. Недолюди, да. Вот откуда все мои проблемы. Надо объяснить им их место. Ну да, тут всегда ничего, я всё понимаю, что это, опять же, нужно понимать, что это было тогда, опять же, кастовость. Ну, я понимаю то, что он против вообще этого, потому что он говорит, что те, кто... Это он создал это всё. Те, кто принял во мне прибежище, то есть, смотри, в контексте этого общества существовала вот такая дичь. И он говорит, что, ребята, типа... Что даже оттуда вы можете нормально вырулить. Нет, что все равны. Да. Передо мной. В моём мире. Передо мной, да. Да, типа даже вот то, что ты называешь вот той вот хернёй. Потому что я во всём, да. Да. То есть, он как бы признаёт это. Да. Он признаёт даже какую-то свою ответственность за то, что это вообще, в принципе, появилось как понятие, но при этом он говорит, ребята, все всё равно... Даже те, кто сделали ошибки или, не дай бог, родились. То есть, чуть-чуть тоже сбавляет градус вот этой вот внутри какой-то вот ненависти. Ну, мне кажется... Я это так воспринял. Ну, возможно, есть что-то больше, чем это. Западный читатель, к которым мы относимся, мы склонны... Да, Беляши. Ванилла Фейс. Мы склонны интерпретировать прочитанное, уже накладывая на наш культурный слой определённый. И это в какой-то степени хорошо, потому что мы такие читаем, и такие, да нет, но это какая-то сильно дичь, тут, наверное, имеется в виду что-то другое. И мы начинаем уже интерпретировать, что, скорее всего, тут, ну, вот как-то... Ну, о чём-то другом. Ну, не могла вот такая вот, да, дичь случиться. Сыпаться. И действительно, ты прав, что... Ты вот заметил эту вещь, что он всё равно говорит, что всё равно все равны, да, и всё подобное. Но забавно то, что ничего этого не подразумевалось в изначальном тексте. Здесь имеется в виду то, что действительно есть некоторое послабление по сравнению с религией вед, где говорится, что если Шудра вдруг случайно услышал веды, ему нужно уши залить оловом или свинцом, там, по-моему, если не ошибаюсь, горячим. Если он их осмелился декламировать, ему нужно отрезать язык. Да. Если он хранит их в своей голове, ему нужно пробить череп. Так они работали с тем, что... С религиозным фундаментализмом, да? Это веды. Это веды. Я к тому, что... Что там говорилось об этом величии знания? Конечно, современные интерпретаторы, уже входя в конфликт с современной культурой, которая оказалась более гуманной, чем тексты, они говорят, ну, здесь в переносном смысле, конечно же, что никто этого нет... Это образно. Да, это всё образно. Имеется в виду, что человек с природой, внутренней Шудры, он должен её превзойти. И это звучит, правда, хорошо, но это, знаешь, как оправдание... Этот вот, как он называется? Стокгольмский синдром, или как, если не ошибаюсь? Да, когда ты... Оправдываешь своего насильника. Когда ты оправдываешь насильника. Да, когда ты ищешь оправдание той дичи, которая вот с тобой происходит. И здесь, к сожалению, мы встречаемся примерно с тем же самым, и доказательств этому слишком много, в том числе современная Индия, где до сих пор, если ты женщина, особенно женщина, и особенно ещё в какой-то низкой касте, потому что касты отменили только на бумажке, они не существуют до сих пор. Даже индийцы, которые в эмиграции, они всё равно у них там сохраняются эти касты. Это настолько жёсткое расслоение, это настолько жёсткая дискриминация, которую нам с вами даже невозможно вообразить. То есть, более того, ты можешь родиться в касте проституток, и всё. И вот та фраза, которая нам с вами, западным людям, так нравится, где раньше Кришна говорил, что лучше несовершенно исполнять свою дхарму, чем совершенно исполнять другую. И мы такие с вами, с нашей колокольни смотрим и говорим, ну это значит наше, вот какое мы чувствуем в себе, да, склонность, наше предназначение. Вот значит, это и нужно исполнять, пусть лучше несовершенно, чем совершенно там вот так. А вот если родился шлюхой, будь шлюхой. Абсолютно верно. И вот в их понимании, и в изначальном понимании, имелось в виду, именно это, есть порядок в обществе. Типа не лис. Ты родился шлюхой, ты должен ей быть. Почему? Да потому что это твоя карма. Значит, ну у тебя ребёнка убили. Потому что твоя мать шлюха. Ну типа там. Да, да, потому что твоя мать шлюха. Тебя кто-то изнасиловал на улице? А это реальный случай, который показывали по индийскому телевидению. Средь бела дня на улице, чувак насилует женщину в Индии. Ну она сама виновата. Значит, в прошлой жизни кого-то что-то она там наделала. И на самом деле насилие над женщинами в Индии это огромнейшая проблема. А ещё эта проблема усугубляется тем, что если ты пойдёшь в суд и скажешь, меня изнасиловали, то тебя никто и замуж не возьмёт. Опа! Потому что ты же уже не девственница. Поэтому очень часто они даже ничего не говорят об этом. И этого дерьма в Индии полным-полно. И есть женщина, написала книгу, по-моему, «Муравьи под ногами слонов». Это женщина-представительница касты неприкасаемых. То есть возле них даже считается стоять нехорошо, нехорошо даже прикасаться к ним. Если ты прикоснулся, после этого нужно вымыться. Это до сих пор, ребята, практикуется. Прямо сейчас эта херня до сих пор есть. Она каким-то чудом, я не знаю, она уехала в Штаты и впервые к ней начали относиться как к обычному человеку. То есть дискриминация чернокожих в Америке в своё время это вообще ничто по сравнению с тем, что в Индии существует по сегодняшний день. То есть по сегодняшний день, если ты родилась женщиной, более того, если ты родилась женщиной, тебе ещё повезло, потому что у них распространены вот эти вот селективные аборты. Если узнают, что будет девочка, то высокая вероятность, что ты даже не родишься, тебя просто вот уничтожат ещё там. И там большая проблема с нелегальными абортариями, со всем вот этим вот остальным. Это ебучий мрак. Да. И проблема в том, что это подтверждается в том числе Бхагавадгитой. Ведами. Да. На которые все так любят ссылаться. На которые все любят ссылаться. И я об этом и говорю, что мы, как и йогу, йога к нам пришла с Индией, было интерпретировано определённым образом под Запад, но это нам уже важно понимать, что это уже совершенно не та йога. Да? Ну да. То есть, никто из нас язык не подрезает. В классической хатха-йоге, вот люди честно у нас говорят, мы хатха-йогу практикуем. В хатха-йоге тебе нужно подрезать кончик языка. Чтобы почувствовать. Нет, для того, чтобы он рос, и ты вот его загибаешь вот туда вот внутрь как бы, и стараешься максимально внутрь его просунуть. То есть, задача в том, чтобы у тебя язык в какой-то момент как будто сюда вот залез. То есть, там у тебя, ну, по верованиям, стекает нектар вот отсюда где-то, ты его таким образом пьёшь и становишься бессмертным. Короче, язык никто не подрезает. Damn. И ещё куча всякой фигни. Ну, то есть, там всякие куча приколов с членами, с кастрацией женщин. Очень-очень-очень много всего этого. И я к тому, что Запад определённым образом интерпретирует это всё. Остаётся какая-то форма, да, упражнения. Ну, мы как будто берём только вот эту романтичную часть сказочки, да, типа, плюс там, где водичкой, там, где можно как бы, да, чуть-чуть побаловаться. Да, потому что, ну, тут достаточно однозначная трактовка, тут она, ну, блядь, достаточно прямо сказана. И это уже послабление. То есть, вот то, о чём говорится, это уже существенная реформация. То есть, раньше говорилось так, что, ну, если ты, женщина, родилась, то всё, что ты можешь делать, если ты хочешь духовно развиваться и освободиться из сансары, просто служи, повинуйся своему мужу. Женщина постоянно находится под так называемым присмотром. То есть, современные вот эти вот Сатья-Дасы, кто там ещё эти, Нарушевичи, Тарсуновы, это же адепты, которые пропагандируют вот эту вот хуетень. Они об этом и говорят, что ты женщина, твоя задача служить мужу. А если будешь хорошо служить, ты в следующей жизни родишься мужчиной, потому что только мужчина может освободиться, только мужчина может практиковать. И эта штука, это не только Индия. Новый Завет. Новый Завет. Новый Завет. Христос. Распространенная тема. Евангелие от Матфеев после окончания Нагорной проповеди. Автор говорит, и было на том собрании там пять тысяч человек, не считая женщин и детей. И как бы всё время, а почему их не считали? Да потому что не считали. Их не считали особо людьми. Это были такое, непонятно что. У них нет прав, не было прав. И вот это очень интересно, потому что эволюция правовых механизмов, она прослеживается в Индии, благодаря Ганди. Более того, даже ещё до Ганди британцы пришли и уничтожили многие бордели, когда женщин, девочек маленьких просто забирали, и они были ну просто в секс-рабстве. И очень интересно было ритуально. Забирали, отдавали. И отдавали в том числе. Было секс-рабство, были так называемые Дэви Дасси. Это означало, что они, ну это стандартная храмовая проституция классическая, которая сохранилась, когда... Старая добрая. Да, старая добрая, когда женщины, девочки и девушки, они приходят в храм, и браман может прийти, и она таким образом служит абсолюту. То есть она удовлетворяет не какого-то похотливого пидораса, она удовлетворяет самого Бога. Хорошо сказано. Через него. То есть понимаешь, и многие ведь до сих пор тоже используют подобные манипуляции. Поэтому в Индии очень жёстко с правами женщин, касты, всего остального. То есть у тебя даже, тебя настолько сильно прижимают там, что у тебя почти нет возможности оттуда вырваться. Потому что ты, если зарабатываешь какие-то деньги, то этих денег, то, что мы говорили, хватает только для того, чтобы ты просто мог что-то пожрать. Один раз в день это уже хорошо. Каких-то лепёшек пожрать. И где-то в каком-то подвале просто выжить. Образование, а ты не получаешь, а ты не умеешь читать и писать. Ты умеешь может быть танцевать, может быть петь. Да, и даже если попытаешься. Да, тебя, тебя просто не как-то я же говорю дичь. У меня дружбан работает в очень большой, одной из самых больших в мире контор айтишных. И у них есть приличная часть коллектива из их 60-ти или 70-ти тысяч это индусы. Так вот, есть первый момент, они друг другу друг с другом говорят на английском, потому что у них настолько разные диалекты, что они друг друга не понимают. И второй момент, есть те, которые просто не разговаривают друг с другом именно по вот этим кастовым соображениям. Причём внутри светлой демократии, антикомпании из Германии, казалось бы, и они такие, ну, блин, Это тот момент, когда разруха в головах, причём настолько сильно. И опять-таки мы видим здесь проблематику, и нам нужно понять, что эта вот история усугубляется тем, что это закреплено в священных писаниях. Это то же самое, как на самом деле белокожее население, Америки, они оправдывали Библией то, что, по их словам, нигер должен быть рабом. Околол. Я к тому, что это раб, это то, что они говорили, они их назвали нигеры. Да. Нигеры. Да, приглядись. Ребят, я очень люблю чёрных, и так же, как и всех других людей, я просто цитирую, скажем так. Ты понимаешь, что ты просто три раза повторял запрещенное слово, а потом мы все роготали. А потом я удивляюсь, что канал не идёт. Мы смеялись от того, что ты начал, типа, и перестанешь. Короче, я к чему говорю, что... Должен же кто-то хороший быть на этом канале. Я к тому, что вот эти тексты, они часто... Это не ты, Миша. То, как люди их воспринимают... Миша вот этот, такой хороший тут. То, как люди их воспринимают, приводят общество к вот этому вот религиозному фундаменталисту. Оно тормозит его, потому что суть в том, что мы находимся в постоянном движении. Гита прекрасна чем? То, что, да, она показывает, что человечество куда-то двигалось, мысль куда-то росла. И уже человечество начало думать, что, блин, эти люди тоже могут достичь освобождения. Нужно только принять вот этого вот Брахмана. То есть... Ну, типа, допустить хотя бы это. Да, они тоже могут. Для них тоже есть метод. Даже для этих шудер, да, это вообще классификация по кастам. То есть им нельзя было, они считают, невозможно достичь освобождения. Но если дать ему книжечку и азбуку, он нахрен начинает учиться читать. Понимаешь? Да. Он оказывается не только шудра, а вот эта вот вера о том, что человек такой, ну, тупой просто. Ну, почему? Потому что он родился тупым. Нет такого. Если бы ты родился в таких же обстоятельствах, как он, ты был бы точно таким же, ну, как бы, тупым. Поэтому тут очень важно то, о чём мы в прошлый раз говорили, что вот эта вот идея о том, что это у него карма такая, это у него карма такая, это очень легкое оправдание для того пиздеца, который происходит в мире. Но, тем не менее, мы видим, что женщины выбрали свои права, они теперь неживотные, опачки, да? Чернокожие тоже теперь. То есть динамика в целом, она как бы тоже теперь неживотная. Да. К сожалению, ещё не во всех странах. Не во всех, конечно. Но что интересно заметить, что вся эта динамика возможна только через борьбу и через революционное настроение. Не было такого, что мужики такие собрались, такие, слушайте, что-то мы какие-то, какие-то мы пидорасы, ребята. Что мы вот это вот, давайте вот все женщины… Перестанем им говорить. Да, давайте перестанем. А им кто-то противостоял, и они такие, вышли вдруг мужики, вышли на марш за женщин. Не было такого. Мы видели, что женщины выходили. То же самое с чернокожими. Причём Н раз крепко выхватывая пиздюлей за это. Скины выходят за геев, начинают просить. А вот такое, кстати, ребята, в случае, в нашей планете было. Что именно? Шахтёры, рабочие кварталы Британии в своё время пошли поддерживать гей-парад. Это зафиксированная как бы история. Есть на эту тему даже очень клёвый фильм. Интересно. Потому что, наверное, у них какой-то собственный интерес был. Потому что те, ну как бы голубые ребята, они в своё время поддерживали тех бедных рабочих, потому что от них все отвернулись. Окей. Вот. И они пошли их поддерживать сами по себе, потому что они считали, что это несправедливо, что от них так много зависит, и им за это платят так мало. И от них все отвернулись, а именно эти вот гомосеки, собственно, пошли, их поддержали. И они потом, несмотря на все свои принципы, и... Здорово. Прекрасно. Пошли, поддержали их. Это реальная история, ну как бы нашумевшая достаточно в своё время. Я к тому, что борьба, к сожалению, мы видим, что права эти выбарываются. Да, да. Болью и кровью. Тем классом, который угнетается. И как бы современность не плевалась от классовой борьбы Маркса, которую он выработал в своих книгах, мы не можем её отрицать. Нужно вот так закрыть глаза, закрыть уши, и вот все дырки закрыть, чтобы не видеть этого. А выбарывается чем? В первую очередь образованием, потому что кто-то там, кто стоял во главе этого ЛГБТ, не помню, как называлась тогда эта движуха, он им объяснил причинно-следственную связь. То есть я понимаю, что шахтёр – это не какой-то чумазик, просто какой-то чмырь, который колупается там в недрах земли. Да нет, если он перестанет это делать, у меня не будет огня, я не смогу греться, я помру. Мне будет очень холодно, страна будет бедная, ну короче, там куча всего. И в гей-клубе, да, я не смогу, как бы, единственный способ согреться, конечно, будет всё ещё доступен. Разжигать огонь танцем. Да, но он как бы не, ну, имеет лимиты, скажем так. И образование. Да. Соответственно, очень легко вот этих шудр держать шудрами, не давая им просто возможности даже почитать. Абсолютно верно. Да, удобно. Что, думаю, тоже обусловлено в том числе экономическими какими-то. Конечно. Да, вот многие, у меня часто были споры там про, есть вот убеждённые вегетарианцы, например, они расскажут, вот в ведах там, вот там, вот если ты ешь животное, ты там его убиваешь. В ведах едят животное. Дело даже не в этом. Дело в том, я просто задаю простой вопрос. Ребят, а доступен ли бедному человеку холодильник? Или кусок льда, о котором мы говорим, да, типа, как тогда можно было вообще в принципе хранить еду? Не забываем, в Индии, блядь, тепло. Очень тепло. И это очень затруднительно, в принципе. Соответственно, это очень узкодоступному кругу, доступно очень узкому кругу людей, в том числе и с финансовых соображений, потому что это, ну, не так, как сейчас пошёл, купил там какую-то заморозку и бросил. Нет, это совершенно другая история. Содержать эту козу, кормить её травкой, там, где не так и много травки, да, и потом её там где-то зарезать, короче, и скушать. И человек, который живёт в картонной коробке, какое нахер мясо? Да он его вообще в жизни не видел, он даже не представляет, что вообще такое есть. Вот и всё. А в современном мире есть самолёты, есть ещё куча всего. Соответственно, если держаться вот за те вот устои, которые написаны для того, ну, человек, был ли он шанс побывать на другом континенте? Нет. Ну, буквально нет. Даже из своей деревни некоторые не выбирались всю жизнь. соответственно, жить по тем правилам сейчас, до сих пор есть такие люди и в Украине. Да, есть, конечно. Конечно. Ну, и всё меньше. Ну, там интернет, да, типа, я могу зайти и там посмотреть, что оказывается, есть другой мир, там, это тоже сфера для манипуляций, там тоже куча всякого говна сыпется. Но, по крайней мере, у меня уже появляются какие-то вариации, я понимаю, что, ну, благодаря примерам каких-то людей. Опять же, то, с чего ты начал, важно образование, чтобы понимать в этом же интернете, что такое, что правда, что неправда. Да, критическое мышление. Да, это... Церковь сатаны. Всё упирается в образование, Это, опять же, привилегированное очень качество. Да. Всё упирается в образование, но и опять-таки, ты верно заметил, что это обусловлено и экономическим образованием, обществу, потому что, опять-таки, в Индии, чтобы получить доступ к образованию, тебе нужно обладать временем доступным, который ты можешь посвятить тому, чтобы учиться читать и писать, и деньгами, если тебе нужно, если образование не бесплатно... А в Индии не бесплатно. А в Индии оно не бесплатное. Школы. А школы тебе нужно платить, и поэтому ты родился в касте проституток. Шудрой, да. Да, и всё. И это не такая, скажем так, каста, это не профсоюз, который есть в Нидерландах, где у них есть права, где у них есть пенсия, где этот труд вполне нормально и оплачиваем, и защищаем. То есть, они не являются рабынями чьего-то там удовольствия, да, то есть, для кого-то, возможно, вот кому-то, возможно, нравится заниматься сексом. Вот если там какая-то есть нимфомания, или просто ещё, вот человеку нравится. Такое возможно? Да, вполне возможно. Почему бы он не занимался бы проституцией, но при этом был защищён, чтобы к нему в обществе не относились, как к шлюхе какой-то, там дешёвый или что-то ещё, а чтобы это была тоже профессия, которая нужна, которая, в принципе, всегда была, и чтобы она была защищена, и многие такие вещи. То есть, мораль, она эволюционирует, когда мы, когда мы эволюционируем, когда мы понимаем, кто мы, когда мы понимаем, что, я недавно буквально приходилось это объяснять, тоже была вот эта вот дискуссия о женщинах, что, ой, эти женщины толком не могут ни черта там объяснить. С этими их вагинами. Или там они, какие-то там они что-то не... Ну какие ещё могут быть аргументы просто? Да, неправильно они там понимают, или что-то ещё. Оно же не туда, тут что в смысле, как ты вообще слушаешь? Кровоточат пять дней и не умирают. И суть-то в том, что у человека, понимаешь, человек создаёт неправильные причинно-следственные связи. Допустим, период, когда там, ой, женщина за рулём, блин, капец, там всё, это жесть какая-то. Кстати, статистически неправильное убеждение. Ну я к тому говорю, что, а какое количество времени у женщин была возможность вообще сесть за руль? То есть у них просто меньше опыта, ну в принципе. То есть это нормально, если они хуже водят, в том плане, что у них... Да, и кстати, невежды женщины в меньшем проценте попадают в аварии. Супер. Вот такие вот вам данные. Я к тому говорю, что человек неправильно понимает причинно-следственные связи. Женщина может хуже рассуждать. Возможно такое? Да, конечно, возможно. Но это не потому, что она женщина, а потому что... Она хуже рассуждает. Потому что, скорее всего, у неё было меньше, возможно, доступа к каким-то знаниям, образованию, возможно, просто поощрению со стороны общества. Или седьмой лунный день просто вы. Да. Со стороны общества, что типа это нормально, не бойся, типа ну скажи, что ты думаешь. Это нормально, если ты думаешь не так, это нормально, не согласиться. То есть твоё мнение достойно того, чтобы тебя услышали. Слушай, мы даже как клетка, мы на смешении культур, мы, собственно, обретаем лучшее качество. Соответственно, если мы продолжаем вот этот делёж на касты, да, это как бы дорога назад. Но в любом случае, типа это противоречит эволюции, вообще в принципе. По большому счёту получается. И мы это видим на примере Индии, да, где это очень сильно, вот оно стало каменным, просто нерушимым. Уже сколько ганди? Уже более 50 лет в законе. Говорится о том, что никакие касты, всё равны. Но, то есть, понимаешь, в головах у людей настолько оно сильно их пронизало, они не могут от этого избавиться. Население, конечно, крупных городов, молодые ребята, которые образованы, стараются. Но вся эта масса огромная Индия, она настолько этим наполнена, да, где женщина уже и сама себя чувствует просто придатком к мужчине. Она ничего не решает на протяжении всей своей жизни. То есть, пока она маленькая, о ней должен заботиться отец, и она повинуется отцу. Потом отец передаёт и решает за неё, за кого там выходить замуж, и всё остальное. Когда она выходит замуж, муж всё за неё решает, она вообще ничего. То есть, это просто вот обслуживающий персонал. И секс-рабыня, ну и вот эти вот все роли, которые на неё навешивают. А если муж умирает, то она отдаётся под опеку сыну старшему. Именно поэтому считается, именно поэтому от девочек избавляются, потому что девочка уходит в другую семью, и она, в принципе, со своей уже не особо там ничего не обязана. Потому что бы тебе заботились, а это связано экономическими причинами, потому что ты просто физически не можешь о себе позаботиться. Государственная машина, которая настроена на подавление кого-то, на эксплуатацию одних людей, другими людьми, животных и всего мира, она всегда будет настроена на вот это неравенство, потому что с помощью этой системы, с помощью этого неравенства ты можешь управлять всем обществом, держать его в повиновении. И если это внушить с помощью армии, мовы и виры, то это можно настолько глубоко прошить в сознании человека. Ну, конечно. Любую идею, любую идею вражды, То есть есть внешний судья, есть внутренний судья, да, типа, и когда они в синергии... вот Бог, вот сам Пхагаван, сам Кришна, сам Брахман, то есть это, поймите, это закон вселенной. Ну, конечно. Это не мы придумали. И проверить трудно. Это не я придумал, это закон вселенной. А вот посмотрите, у нас никаких разводов-то и нету, это частый аргумент этих всяких ведических специалистов по отношениям, сатьядаасов, подают это в современной форме, понимаешь, Тарсуновых и прочих там. Нельзя просто, да, подавать на развод. Ну, я к тому, что у них тоже постоянно, у них такая женщина, это такая дурочка, ха-ха-ха, хи-хи-хи, мужик такой. То есть это такие шаблонные гендерные стереотипы, типа, ты мужики готовишь, какого хера ты готовишь? Телка там или что-то такое. Ну, блин, куча таких вот идиотских, абсолютно примитивных. Сказал человек в кроксах. Обезьянных идей. А что с кроксами? Да, блядь, я про мужественность, да. Но у тебя есть борода? С кроксами что-то не так? Сейчас будет драка, драка, драка. Это не мужественно. Не мужественно? Не мужественно, конечно. Но это веды так говорят. А, в ведах написано. Что же ты сразу не сказал? Оденьши резиной сандалии, всё. Ты что, не мужик? Бжик. Смотри, как он. Так уж, а не мужик. Как легко сбился. В общем, я просто не понял, как с кроксами. С другой стороны, да, вот типа есть как бы тоталертарная какая-то история, которая диктует определённые штуки со своими выгодами. А с другой стороны, в стране, где всё хуёво, короче, сам факт моего рождения уже в принципе класс, и я могу, знаешь, как люди воспринимают часто прошлое, своё, которое привело их в точку здесь и сейчас, как единственный способ туда прийти. Это тоже очень опасная херня. Это когда голову лечат там, да, по дорожникам, условно говоря, потому что 60 лет, или 200 лет назад бабушке какое-то это помогло. Сейчас есть намного более эффективные средства, но нет, это что-то новое, это неизвестное, это страшно. И вот прикинь, вот насколько трудно на самом деле этим людям, в какой пиздец они попадают. Очень трудно. И именно поэтому, вот то, что ты говоришь об образовании, да, реально всё сводится к этому. То есть, это прекрасная фраза из прошлого, знание разорвёт цепь рабства, это правда. То есть, без этого знания ты можешь людям дать, и мы с тобой как-то об этом говорили, любую охуенную идею, и они превратят её просто в лютый жесть, кошмар. Да, они натянут её на свой контекст. Да, потому что нету вот этой вот более развитого мозга, то есть, в этом задача. И поэтому задача любой адекватной власти, да, это борьба с мракобесием, и наоборот, пропаганда, в хорошем смысле, в прекрасном смысле этого слова, образованности. То есть, люди должны читать, нужно выращивать умного человека, потому что его определяет среда. Если человек будет смотреть идиотские какие-то тупые фильмы, тупые сериалы, это будет тупой человек. И, к сожалению, мы сейчас живём в таком мире, я рассказывал, по-моему, об этом, или нет, нет, не рассказывал, я был на одной конференции, и там выступали, на IT-конференции выступали представители различных топовых продуктов цифровых, и один из них был представитель одного из сервиса типа Netflix, если не ошибаюсь, Megago, вот нашего, да, украинского, и я услышал для себя ужаснейшую фразу, это было для меня такой дичью, и я до сих пор под впечатлением от этого остаюсь, и он рассуждал о конкуренции, о том, кто наши конкуренты, у нас, как у сервиса, который люди смотрят, он говорит, да, у нас очень много конкурентов, общение с семьёй, общение с ребёнком, чтение книг, это всё наши конкуренты, какие-то там ещё курсы по образованию, в общем, всё что угодно, и ты такой слушаешь, и ты такой думаешь, ёбаный пиздец, ну, то есть, понимаешь? Жизнь – это наш конкурент. В том плане, да, то есть, в идеале, к чему мы стремимся, и мне просто интересно, как этот человек это произносил, он действительно не осознавал, что он произносит, то есть, с точки зрения сухих цифр, бизнес-показателей, он прав. Ну, сто процентов, да. Он прав, но ты говоришь, что ты хочешь вырастить человека, и вся твоя, весь твой интеллект, и не только тебя, всей компанией настроен на то, чтобы подсадить человека, на то, чтобы он смотрел любую хуйню, лишь бы он не был с семьёй, не читал книги, ничего никуда не выходил, а вот-вот-вот он сидел и смотрел, и тогда у вас растут показатели, а бизнес, если он не контролируем ничем, его задача – рост показателей. Ну да, да. Немножко стрёмно. Чуть-чуть. Это означает, что… Не буду продлевать подписку, пошли в жопу. Netflix. Что нужно менять, то есть суть не только в образовании, а в направленности, в видении того, ведь человек – это тоже непостоянное, да, вот мы видим, мы смотрим, какое прошлое, какой сейчас произошёл скачок в какой-то степени. Нам нужно понимать, что нам нужно, как человечеству, видение, куда мы хотим идти. Да. Вот какими мы хотим, какими мы видим людей будущего? Это будут точно такие же тупые животные, только с гаджетами? Это будут просто батарейки в системе по созданию благ для сколько там процентов людей владеют, сколькими процентами там богатства, вся вот эта вот история. То есть куда мы движемся, как в принципе человечество? Мы будем развиваться по паразитарной модели, когда у нас вот это вот есть огромная верхушка, точнее малюсенькая верхушка пирамиды, и вся система со всем этим пиздецом, который можно прекратить вот так вот, если бы было желание, если бы человек сказал, блин, мне как-то хуёвенько, когда у меня как-то вот баблища до хера, да, у меня вот очень-очень-очень-очень много есть, мы не говорим о нас, мы говорим о, ты понимаешь, совершенно другой вот этой вот крошечной прослойке, а вокруг такой пиздец. Да. Ну очень удобно снять с себя ответственность и как бы, ну ребят, это карма. Ты просто родился в говне, вот там и сиди. Я вот в прошлой жизни, наверное, и у человека, конечно же, есть склонность к тому, чтобы приписывать себе какие-то вещи, то есть он вот так вот получит, да, вот он в таком положении, потому что это я, ну где-то это я был крутой. Ты не понимаешь, что это связано с очень огромным количеством факторов, и что, ну как бы, ты обязан этим ещё огромному количеству насилия, которое совершается ради тебя. Да. Вот прямо сейчас, вот прямо в этот момент, то есть большая часть населения планеты живёт невероятно хуёво. То есть мы такие, эх, куда бы нам там полететь, да, или там ещё какое бы там новое блюдо съесть. А у многих людей, и я когда жил в Индии, я специально ездил по детским домам, вот таким вот, где дети просто ели вот как бы сухие хлебцы за день, типа таких вот крекеров, таких печёных. И это всё, что они ели. И это всё, что они ели. И, конечно, такой человек, доказана, кстати, связь же потребления животных белков, ну и молочных, да, и многих других с развитием мозга. Конечно, человек будет тупой. У него чисто нету материалов, кирпичиков, чтобы... Построить, да. То есть всё настолько вот так вот связано, и нам нужно бороться с рабством, потому что, блин, рабство до сих пор существует. До сих пор существует торговля людьми. Всей этой херни очень много в нашем мире. И только когда мы поймём, что мы являемся единым человечеством, и что нам нужно бороться против этого, для периода и события, которое описано в Бхагавадгите, там ведь тоже битва. Арджуны с Дурьотханой, да. То есть тот чувак был, по некоторым данным, ещё более конченый, чем всё вот это вот, о чём говорилось. Он был представитель старого порядка, да. А Кришна здесь уже говорит, ну смотри, ну вообще ведь и женщины могут достичь освобождения, и даже шудра, если они будут следовать этим путём, хотя бы в уме, хотя бы на уровне чего-то абстрактного, их уже по чуть-чуть начали приравнивать. В правах они всё ещё были ущемлены, но хотя бы освобождение им дали. А так прикинь, ты растёшь, и тебе говорят, да ты и в этой жизни, короче, никто и сдохнешь там никем. Да. Может быть, если будешь хорошо мне служить, родишься в моей там касте, да, мужчиной родишься. Будешь мной поцелован. Да. То тут человеку хотя бы психически дают надежду, что он может достичь освобождения. То есть это уже некоторый прогресс. И с течением времени мы наблюдаем это движение вперёд, вперёд, вперёд. Именно поэтому нам важно видеть не то, что там буквально написано, а то направление мысли, куда мы идём, от чего к чему, потому что мы ещё не закончили. Мы до сих пор верим в огромное количество хуйни, которую ещё наши дети будут вот так вот смотреть на нас и говорить, блин, они верят в такую дичь. Они так воспринимают всё. Это просто на уши. Да, сто процентов, это уже даже сейчас заметно. То есть многие вещи, что я там сорокалетний могу рассказать пятнадцатилетнему, я на него смотрю и понимаю, что, блин, я себя точно так же чувствовал, хотя я считаю, что я вроде как продвинутый, такой открытый чувак. И во многом нам нужно в какой-то степени прислушиваться друг к другу, поколение к поколению. Потому что это действительно может уравновесить. То есть тут просто нужен открытый ум и понимание, что человечество – это не статичная субстанция, что она движется. И что если мы будем вот культивировать это мракобесие и прочее остальное, то может много чего вернуться. Сейчас у нас есть вот эти вот холивары вокруг вакцинации, но тем не менее постепенно возвращаются эпидемии кори. Да-да-да. И куча всякой... И очевидность этого маразма. Она делает, что мы не затронем эту тему. Мы не будем затрагивать, я просто к тому говорю, то есть человечество с лёгкостью может откатить назад абсолютно в любом. Если сегодня есть у женщины права, завтра их может не стать. Легко. Это знаешь, в какой-то момент, типа если раньше медиапространство, условно, охваты давали только очень умным, очень богатым людям, то сейчас нет. и как бы мы видим, что если раньше, чтобы попасть на какой-то канал и нести что-то, надо было там пройти университетом кучу-кучу-кучу-сего, а сейчас достаточно иметь просто телефон там и жопу выделяться, да. Иногда и жопу, но не проблема, если бы человек только жопу-то и показывал, но он же, сука, начинает говорить про серьёзные вещи на своём уровне. И проблема в том, что другие находятся, кто-то, кто слушает его, что у этого есть аудитория. Аудитория есть часто потому, что у человека нет инструментов, как он может отличить хорошее от плохого. Мы возвращаемся к образованию. Это ведь тоже образование, потому что вот мы говорим, ну, давайте размышлять логично. Хорошо. Ну, это туда же, о чём говорил здесь Арджуна. Ты поклоняешься предкам, ты поклоняешься духам. Да, то же самое. Ты смотришь Даню Милохина в ТикТоке. Окей. Твоя история. Твоя история. Потому что если человек не изучает логику, есть учебники логики, в университетах обычно их проходят. Я знаю, насколько хуёво их часто проходят, абсолютно для галочки. Философия, логика, этика. Да, да. То есть и проблема очень часто, по крайней мере, в нашей ситуации, вот в Украине, России, Беларуси, когда образование, иллюзия образования стала доступной, то вот как бы человек, который глупый и без диплома, это ок. Человек понимает, что он глупый, он хотя бы может, как бы видит разницу между человеком, грубо говоря, с дипломом и нет. А вот глупый человек с дипломом, это уже проблема, потому что мы прекрасно знаем, что можно абсолютно ни черта не учить, получить диплом и иметь в себе иллюзию, что у тебя тоже есть высшее образование. из-за его нету. Ты просто проходил, ты просто получил бумажку, ты так ни черта и не понял, ты же ничего не знаешь. Надо. Как бы, когда я обучался юриспруденции, уже на последнем курсе, когда мы сдавали, некоторые не знали базовых понятий, что такое норма права, то есть, и как бы, преподаватели, они ужасались, что люди заканчивают уже вуз, а они не знают, что такое норма права. Ну как бы... А зачем, если ты можешь погуглить в любой момент? В этом Курпатов тоже затрагивал вот эти вот вещи, да, то есть, понимаешь, важно развивать свой мозг, как бы это ни звучало. У нас сейчас огромный выбор контента, огромный выбор, и вот эти компании, они конкурируют за наше внимание, и нам нужно хотя бы самим начать с того, что мы сами начнем ограничивать, сказать, да пошли вы нахуй. Управлять своим вниманием. Да, я буду управлять своим вниманием, не вы, не ваши сраные корпорации, ваши сраные тимбилдинги, которые вдруг решили, что вы будете управлять моим вниманием, и начать менять саму систему, потому что пока система будет такой гнилой, и ты будешь постоянно тратить кучу ресурсов просто на то, чтобы противостоять манипуляциям, это недолго, то есть, и все равно будут люди, которые в какой-то степени, возможно, меньше знают, чем ты, или меньше это понимают, они будут подвержены этому, а парадокс в том, что манипулировать базовыми инстинктами проще всего. Почему так много подписчиков на жопы и сиськи, и письки, и все тому подобное? Это базовый инстинкт. Это базовый инстинкт. Не надо объяснять. Базовый инстинкт. К этому текст писать не надо. Базовый инстинкт выживания, то есть, он нужен, да, но его используют совершенно не для того, для чего, скажем так, он был нужен, и у человека начинаются, ну как бы, формироваться очень уникальные когнитивные искажения. Смесь контекстов. Да, он вдруг смотрит на это и вдруг начинает читать, что этот человек пишет. А жопа заговорила. Да, жопа заговорила, типа, чего, какого хера ты его слушаешь? Ну то есть, в любом случае, каждый человек может быть специалистом в своем деле, и у меня в жизни не придет в голову что-то рассказывать там про автосервисы, я не дупля вообще в этом, да, и будет странно, если я такое буду говорить, ну ты знаешь, типа. Слава богу, сейчас тебе не поверят. Вот еще тоже есть момент такой, несмотря на то, что. Поверят. Да, специалисту реальному ему не поверят. А, нет, так Юля говорит другое. Да. А, да, специалиста реального сложно слушать, потому что. у него нет охватов, во-вторых, его сложно слушать, потому что там, блядь, сука, прям сложно это говорить. А мы хотим попроще. Да. Мы хотим попроще. А в двух словах скажи, оно как-то полегче воспринимается. В двух словах скажи, в чем суть? Это такой, а ты знаешь, что типа, ну оно такое вот, и тут нужно хотя бы, ну как бы, ну минимум три часа потратить для того, чтобы просто определить термины. То есть три часа уйдет на определение терминов, ну чисто примитивных, базовых, как бы вообще, да. И вот эта вот иллюзия того, что мы все можем быстро, мы все в микроволновочке подогреем, это все быстренько сделаем, быстренько, быстро, быстро. Должна быть быстрая обратная связь. У разработчиков игр считается очень важным, что как бы, если ты хочешь увеличить вовлеченность в игру, то нужно давать игроку постоянную обратную связь. Ты вот нажал куда-то, сразу вылезло там, пим, там сто очков или там чего-то еще. Чем больше обратной связи, тем больше обманывается наш мозг. И поэтому сейчас наше развитие когнитивных наук из-за того, в какой экономической системе оно находится, в капиталистической, ха-ха, обуславливает огромную деградацию человечества, которая сейчас есть. Собственно говоря, поэтому в Европе, в частности, в которой мы все так восхищаемся, огромное представительство людей, которое, собственно говоря, всегда было, параллельные силы, скажем так, левого толка, что самое интересное, в России, в Украине, в Беларуси их нет. Их нет вообще. Как гнилые яблоки, они отпадают. Их просто нет вообще. И мы смотрим, я не знаю, вы смотрите там Птушкина или нет, он буквально вот на днях выпустил про Норвегию, прекрасный выпуск. Еще не странно. рассказывают, как классно в Норвегии и все тому подобное. И это очень забавно, потому что многие люди думают, вот Норвегия, вот классно. Ребята, а почему там так? Вы задумывались? А если посмотреть немножечко, даже... Нефть добывают. Да, только нефть. Нет, ребят, не только как бы нефть. Я имею в виду, что там есть определенный стиль менеджмента. А, в этом смысле? Я думал, на чем экономика построена. У меня тоже один из двойных стандартов, который мне очень нравится, потому что у них основная часть бюджета это, собственно, нефть. Не только это. То есть, это же дело не в том, что у них нефть. У них тоже могли бы быть точно такой же олигархат, как, собственно говоря, в Украине с ее прекрасными землями. Суть в том, что во многих странах Европы очень сильно всегда было представлено мощные левые силы. Социал-демократы в основном, да, то есть, вот они там развивались. Они были даже в контракт с Советским Союзом, но это были левые идеи. Это были идеи, в центре которого был не капитал, а человек. Что, типа, ребята, капитал – это прикольно, но мы вообще-то человечество. Нам нужно человека защищать. Он в центре, его интересы, его защита. И давно. Именно поэтому он рассказывает, что ты можешь там… Люди, которые живут в Норвегии, они первично платят 35 евро за прием доктора, а все остальное, если там тебе нужно делать операцию, транспортировку и все остальное, это все оплачивается социумом. Потому что это тот момент, когда социум говорит, я – это не что-то… я – это не одна единица, я – это весь, все общество. И я хочу, чтобы люди не страдали. Я хочу, чтобы если какая-то жопа у кого-то приключилась, чтобы ему помогли. Даже если мне никогда не нужно будет этим воспользоваться. Норвегия – это страна с самой лучшей системой школьного образования. Я мало об этом знаю. А я знаю. Это интересно. Но опять-таки, начинается, но а кто сделал это лучшее образование? то есть я к тому, что это ведь принимается министерством образования. Понимаешь, я о чем говорю, что… Все начинается оттуда. Скорее всего, может быть, я ошибаюсь, но на данный момент моего исследования я прихожу к тому, что именно от того, какая у нас власть, кого мы туда избираем, кто туда идет, кто ее берет, кто ее… зависит очень-очень-очень-очень многое. Так сложилось, что в Украине, в России, и вот у нас общие проблемы на верхушке в основном долбоебы. То есть нас не интересует то, являются они вообще хоть в чем-то профессорами или нет. Специалистами. Да, они являются в чем-то специалистами. Хорошо, даже если они не специалисты, они изучали политическую науку, сколько они знают политических вообще методов управления. То есть мы понимаем вообще, к какой части политического спектра они придерживаются. Нет, мы не знаем, просто прикольная партия прикольные штуки обещает. Типа, понимаешь… Лишь бы не тот. Красиво говорит. Лишь бы не тот, да. Хотя Европа четко, скажем так, разграничена. Есть левая партия, есть правая партия. И круто, когда есть 50% и тех, и других. Потому что на смешении получается наилучший результат. Потому что и тот, и тот может ошибаться в чем-то, и люди могут поправить друг друга. Типа, ребята, это все прикольно, но вот в этот момент скорее всего не сработает. У нас этого нет. У нас представлены самые конченые животные, которые просто заинтересованы в том, чтобы обогащаться. Им абсолютно похуй на то, сколько людей умирает, сколько людей болеют. Им поебать, потому что они тут не живут. Их дети учатся не в Украине. Их виллы тоже находятся не в Украине. Для них Украина, украинцы, та же самая, как в России, это просто ресурс. Это просто рабы, которых нужно вот так, блядь, попользовать и выбросить. И, собственно говоря, узаканивание этого с помощью религии, с помощью смирения, которое есть. Потому что в России ведь тоже есть свой патриарх, который… Там есть оскорбление чувств верующих. Есть оскорбление чувств верующих, да, где ты должен верить, ты должен быть смиренным, потому что так будут хорошо держаться все эти скрепы. И мы можем избежать всех… Изменений. Да, которые будут касаться освобождения человека. И на государственных каналах, я знаю, вот популяризаторов науки из России и многих, да, они говорят, что по государственным каналам, то есть те, которые финансируются из бюджета, часто показывают самую лютую, мракобесную дичь, которую только можно себе представить. В том числе битва экстрасенсов, которая уже давно как бы, ну, такой зашкварный зашквар, но это финансируется. Зачем? Нам нужны тупые люди, чтобы ими управлять. Потому что действительно не знание – это рабство, а знание – свет и разрушает цепь рабства. На этом предлагаю заканчивать девятую главу. Учитесь, друзья, читайте книги, читайте книги умных людей, образованных профессоров, людей, которые реально что-то знают, а не у которых там миллион подписчиков, там, я не знаю, что еще. Классическую литературу надо читать. Классическую литературу в том числе. Это прекрасный вариант, когда это и интересно, и полезно, да, то есть есть эти шедевры. Ознакомьтесь с ними, хотя бы, чтобы уметь отличить говно от произведения искусства. Это важно. Повышайте уровень образования и самосознания. И лайки ставьте. Ставьте лайки. Не забывайте. Ютюб сам себя не посмотрит. Не посмотрит. До скорых встреч, друзья. Спасибо. Ууу. Ууу. Продолжение следует...